Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала, экзегет. Сейчас мы, христиане, переживаем особое время. Это время рождественского поста. Западные христиане называют это время адвентом, время подготовки к празднику Рождества Христова. В православной, восточной традиции мы говорим Рождественский или Филиппов пост. Это то время, когда мы стараемся сосредоточиться, когда мы стараемся проявить какое-то воздержание, когда мы стараемся побольше помолиться, совершить какие-то добрые и хорошие дела, дела милосердия, дела любви. Для чего? Для того, чтобы подготовить себя к великому празднику Рождества Христова. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что Рождество — это метрополия для всех остальных праздников. Метрополия — это, если перевести с греческого языка, город-мать. Вот представим себе, что существует какой-то город, и некоторая группа жителей направляется в какое-то новое место для того, чтобы там основать новое поселение. И вот тот город, из которого эти люди уехали, — это метрополия. Без нее не был бы основан этот новый город. И вот Рождество является такой метрополией для всего-всего, что мы только вспоминаем в церкви в течение года. Конечно, это действительно так. Ведь без Рождества не было бы крещения Господне, не было бы даже и сретенья, не было бы преображения. Ничего того, что вспоминает, чем живет церковь, не могло бы произойти, если бы Господь Иисус Христос не родился бы в Вифлееме Иудейском от Пречистой Девы Марии. И даже самого воскресения не было бы, не совершилось бы наше спасение. Господь пришел на землю для того, чтобы пострадать, умереть и воскреснуть во славе. И если бы Он не пришел, если бы не было Рождества, то не было бы и воскресения, не исполнилась бы цель божественного снисхождения, не совершилось бы наше спасение. И вот именно поэтому мы так и говорим, что Рождество, вслед с Иоанном Златоустом, говорим, что Рождество — это митрополия для всех остальных праздников. От Рождества произошло все остальное. Все церковные праздники связаны между собой. Когда мы совершаем божественную литургию, то во время самой главной молитвы, которая называется «Анафора», это молитва о том, чтобы хлеб и вино, святые дары, приложились бы в село и кровь Христову. Это сердце каждой литургии. Так вот, во время литургии мы говорим, что мы вспоминаем все, что о нас было. Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное паке пришествия. То есть даже то, чего еще не было, но что мы узнаем, что произойдет, даже второе пришествие Христа мы вспоминаем во время божественной литургии. Каждая литургия объединяет в себе все церковные праздники. И все же каждый раз мы акцентируем свое внимание на какой-то стороне того, как Бог спасает мир. И вот в Рождество мы вспоминаем прежде всего именно то, как Бог пришел на землю. Можно сказать, что во Христе мы различаем два рождения, два Рождества. Первое рождение от девственного отца без матери. Мы верим, что Христос – это истинный Бог, как мы говорим в символе вере, истинный Бог, рожденный от истинного Бога, свет от света, рожденный, несотворенный. Прежде всех век, то есть вообще до времени, до сотворения мира, вне времени. Христос – Сын Божий, рождается от отца. Мы верим, что Бог – это святая троица, единая природа, существующая в трех лицах. Отец – Сын и Дух Святой. Сын Божий вне времени рождается от отца. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Так говорит Иоанн Богослов, начиная с его Евангелия. Прежде всех век, до всего, до существования времени, Он уже рожден, рожден от девственного отца, без матери. И второе рождение, то, которое произошло во времени, в совершенно определенный исторический момент, в совершенно определенную эпоху, это та точка, от которой мы вообще введем свое летоисчисление. Мы говорим, что ныне наступает 20-й, 2020-й год от Рождества Христова. Именно во времени Христос родился от девственной матери без отца. Без отца по плоти, потому что его истинным отцом является Бог. Рождество Христово произошло во времени. Но вместе с тем, это историческое событие как бы разрывает время. Это то, что выходит за пределы времени. Это то, что преодолевает обычные наши земные условия. Ведь обычно человек рождается от соединения мужчины и женщины. Обычно это происходит через боль, родовые схватки, которые испытывает женщина. Не таким было Рождество Христово. Христос рожден от девственной матери. Она сама удивлялась. Пречистая Дева Мария, когда ангел сказал ей, что от тебя произойдет Спаситель мира, она сказала, как же это будет, когда я мужа не знаю. И ангел сказал ей, что Дух Святой найдет на тебя, силы Вышнего осенит тебя. И так и произошло. Сверхъестественным, особым, чудесным образом от Духа Святого зачала Пресвятая Матерь Божия и родила, не потеряв своего девства, безболезненно в вертепе Вифлееме Иудейском, этого младенца, Бога и человека. От самого зачатия Христос был именно Бога-человеком. С одной стороны, Он Бог, вся полнота божества в Нем обитала телесно, как говорит апостол. С другой стороны, Он человек. Такой же, как мы. Во всем подобный нам, кроме греха. Каждый из нас, рождаясь, уже по наследству приобретает некоторую поврежденность, которая идет от самых наших прародителей, Адама и Евы. Это называется первородный грех. Каждый из нас, идя каким-то жизненным путем, периодически совершая те или иные ошибки, прегрешения, грехи, во Христе этого не было. В Нем не было ни первородного греха, так как он не рожден обычным, естественным образом, не было в Нем и личных грехов, совершенных им. Прежде чем он научился отличать доброе от дурного, он избрал доброе. Он никогда не совершал ничего дурного. И это единственное отличие Христа от нас по человеческой природе. Потому что он имел такое же тело, как мы. Были такие древние еретики, которые говорили, да он только казался человеком, на самом деле он был кем-то вроде призрака, он только делал вид, что он такой же, как мы. Нет, церковь не признала этого учения. Это учение называется донатизм, о том, что он только казался. Он действительно и подлинно стал человеком. Донатизм отвергнут церквью. Он имел такое же человеческое тело. Он имел человеческую душу, человеческий дух. Он имел человеческую волю. Он был такой же, как мы, во всем подобной нам, кроме греха. Рождество Христово связано с очень важным богословским понятием – кенозис. Это греческое слово можно перевести на русский, как самоумоление, самоуничижение, опустошение, истощение. Апостол Павел говорит об этом так. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Он уничижил себя. Бог, которого небо небес не вмещает, тот, который одним словом всю вселенную сотворил, тот, который безграничен, неописуем, умаляет себя до того, что становится малым, беззащитным младенцем, человеком, принимает на себя образ раба и рождается, став одним из нас здесь на земле. И даже это связано даже по человеческим меркам с самоуничижением. Он рождается не во дворце, как царь царей, не в окружении роскоши, слуг, не в храме он рождается, не там, где священники воспевают хвалу ему. Он рождается даже вне человеческого обычного жилья, в пещерке, куда пастухи в плохую погоду загоняли скот. Кенозис сына Божия, самоуничижение сына Божия, это не только факт рождения в бедной семье, факт того, что сразу же после рождения он уже преследуется, приходится его матери и названному отцу Иосифу бежать с ним в Египет, чтобы избежать смерти его. Не только это. Всю жизнь он прожил так, что он про себя говорил, лисы имеют норы, птица небесная гнезда, а сын человеческий не имеет, где главу преклонить. Это все грани кенозиса, выражение кенозиса, но прежде всего сам факт, что он, привечно рожденный Сын Божий, нетварный Бог, соединяется с тварной человеческой природой, чтобы стать одной личностью с человеком, богочеловеком. Вот это есть кенозис и самоуничижение Христова. Без уничижения не произошло бы исполнение, обожжение человека. Божественный кенозис показывает нам, чем на самом деле является любовь. Любовь — это жертва, предложение себя ради другого. Поэтому настолько человек освящается и обоживается, настолько он и уничижается, и наоборот. Так говорит один из известных современных богословов. Как это было? Как произошло Рождество Христово? Об этом говорится у двух евангелистов. Евангелист Матфей и Евангелист Лука подробно описывают обстоятельства Рождества Христова. Прежде всего, где это было? Это было в небольшом иудейском городке, который называется Вифлеем. Сегодня Вифлеем находится на территории так называемой палестинской автономии. Именно там родился Царь мира, Господь Иисус Христос. Богородица и Иосиф не были жителем Вифлеема. Они пошли туда в силу, казалось бы, простой случайности. Император римский, а Израиль и иудеи на тот момент входили в состав Римской империи. Это была одна из далеких провинций римских. Израиль подчинялся римской власти. Так вот, император для того, чтобы упорядочить дело производства на территории вот этой провинции, велел произвести перепись. И происходило это таким образом, что люди должны были приходить туда, откуда когда-то в древности происходил род этого человека. Но можно сказать, если пользоваться современными аналогиями, как бы по месту прописки должен был явиться человек. Родословие это паспорт древнего человека. И перепись должна была осуществляться именно по месту происхождения рода. И Иосиф, и Мария, которая была на девятом месяце беременности, совершили очень непростое, исполненное всяких тягот путешествие для того, чтобы исполнить этот указ императора. Они прибыли в город Вифлеем, поскольку подобных им путников было очень много, то ни в гостинице, ни в частных домах не нашлось им никакого места. Казалось бы, случайность с элементами трагичности, но на самом деле это, конечно же, промысел Божий, потому что именно по Божьему произволению прибыли во Вифлеем Иосифа Марии. Ведь когда-то еще древние пророки говорили о том, что именно Вифлеем будет местом рождения Мессии, рождения Спасителя мира. И ты, Вифлеем Ифарафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыку в Израиле, и которого происхождение изначало о дней вечных. Вот так говорится у пророка Михея. За много столетий до того, как исполнилось это пророчество, Господь через пророков уже открыл, что именно Вифлеем будет местом рождения Христа. Само слово Вифлеем переводится на русский язык как дом хлеба. А ведь Господь про Себя говорил, я есм хлеб сшедший с небес, я есм хлеб жизни, кто не будет вкушать от меня, тот не будет иметь жизни вечной. Ешьте мое тело, пейте мою кровь, вот так позже скажет Спаситель. Все обстоятельства рождения Христа связаны с, можно сказать, двумя вещами. С одной стороны, это вот то самое уничижение, тот самый кинозис. Рождество произошло в вертипе. Тоже есть пророчество по этому поводу. У Исаии говорится так. Вол знает владителя своего, а осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. И действительно, люди не узнали время пришествия Мессии. У людей не нашлось места для того, чтобы впустить Матерь Божию Иосифа. И там вот в вертепе в этой пещерке среди животных был рожден Господь Иисус Христос. И вот это уничижение, оно сопровождало многие события, связанные с Рождеством Христовым. И вместе с тем, это отблески славы Божьей тоже ощущаются в этом событии. Богородица родила Христа безболезненно. Она спеленала его и положила в ясли, то есть в кормушку для скота. Блаженный Августин, один из величайших христианских мыслителей, до того, как он крестился, интересовался разными философскими течениями, учениями, был долгое время последователем школы неоплатоников. И потом, когда он уже стал христианином, он писал примерно так. У философов я прочел многое из того, что я прочел потом в священном писании, о том, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, но я не прочел там, что слово стало плотью, что дело спеленало его и положило в ясли. Это то чудо, то потрясающее откровение любви, которое дает именно христианство. Божья слава, особый сверхъестественный характер происходящего открывался не только вот в безболезненности этих родов, небесные воинства, ангела, пели в этот день, славили Бога таким образом, что некоторым людям это было открыто. Мы знаем, что две группы людей пришли, чтобы поклониться новорожденному младенцу как царю. Это были пастухи, которым было открыто это ангельское пение, это слава Божия, явленная в этот день. И позже пришли вохвы с востока. Наверное, не случайно именно о пастухах и о вохвах говорит нам Священное Писание. Ведь это два образа того, как люди могут приходить к Богу. Одни люди приходят к Богу через простоту своего сердца, через то, как Господь в их сердце непосредственно открывается. Господь чуть позже, когда Он уже возрос и вышел на общественное служение, однажды взмолился к Своему небесному Отцу и сказал, «Отче, благодарю Тебя за то, что Ты открыл премудрость Свою не мудрым и разумным, а младенцем». И вот такие младенцы были эти пастухи. И есть другой образ того, как человек идет к Богу через ума познания, через мудрость человеческую. Вот такими были волхвы, которые были учеными людьми, изучали движение тел небесных и вот в этих своих научных занятиях они пришли к тому, что рождается на земле царь царей, царь царствующих и Господь господствующих и принесли свои дары золото, ладан, смирну. У этих даров особое значение. Золото они принесли именно как царю, ладан, как Богу и смирну, как тому, кто пришел умереть ради нашего спасения. Я думаю, в эти дни, когда мы готовимся к празднику Рождества Христова, мы должны подумать и об этом, а какие дары мы принесем младенцу Христу, что мы от своей жизни можем принести Ему, есть ли у нас то, чего Он ждет от нас. А чего Он ждет? Спросили однажды Его, какая заповедь самая большая? И Господь ответил, возлюбив Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей, одним словом, всем существом твоим и ближнего своего, как самого себя. Вот это и есть тот дар, любовь, та, которая отдает себя, жертвенная любовь, которая не смотрит на недостатки ближнего, а смотрит наоборот на то хорошее, доброе, что есть в ближнем, которая откликается на эту неизреченную любовь Божию, снисшедшего к нам, ставшего одним, из нас. Вот это и есть тот дар, который мы должны возлелить в себе в эти дни рождественского поста и принести грядущему родиться в эти дни в мир Господу Иисусу Христу. С наступающим праздником, дорогие братья и сестры! Это видео мы записывали для библейского портала Экзегет. Акзегет едет. Спасибо за это. Продолжение следует...